Рабочий день он такой. Чем раньше его начнешь, тем больше успеешь сделать. Утро, среды, глава района Алексей Валов и коллеги по строительному комплексу по традиции начинают на объекте. И сегодня это строящаяся школа в микрорайоне Солнечный. Общеобразовательная школа на 1100 мест строится по государственной программе Московской области. Муниципальным заказчиком выступает администрация Щелковского района. Проект типовой здания состоит из нескольких секций разной этажности. Строительство важного соцобъекта держит на контроле областное правительство. Алексей Валов провел в штабе стройки совещание, на котором проверил исполнение графика работ. Все пункты выполняются своевременно. Строители обещают завершить основной объем монолитных работ до конца месяца. Согласовываются вопросы технологического присоединения к сетям. С запуском тепла можно будет поэтапно приступать к внутренним работам. 28 ноября пускаем тепло по пищеблокам. Ну и ориентировочно 10-12 декабря пускаем по вторую сеть. А остальное? Остальное уже в следующем году. Нам надо, чтобы где-то максимум конец февраля не приступил к полномасштабной отделке. Сегодня на стройке заняты порядка 80 человек. Но уже в ближайшее время количество рабочих увеличится, когда на объект зайдут субподрядчики. Алексей Васильевич, сейчас заводим подрядчиков. Сейчас по электрике подрядчиков подписали. Под фасадом подписали. По окнам уже вопрос был у нас решен. Напомним, задача, которую ставят строителям районной власти 1 сентября – начать в новой школе Солнечного учебный год. Для этого надо работать с опережением графика. Все зависит сейчас от строителей. Но у них настрой хороший. Сроки, конечно, для них сокращаются значительно. График изменился в сторону усиления интенсивности работы на объекте. Коллеги все понимают и готовы к тому, чтобы сократить время производства работы и сдать 1 сентября. Новая школа, которую, напомним, местные жители ждали порядка двух десятков лет, станет украшением микрорайона Солнечный. Параллельно изменится и транспортно-пешеходная инфраструктура. Мы делаем все возможное, дополнительные тротуары, полосу дороги устраиваем. К этому времени должно уже сформироваться пространство дорожное на выезд, минуя микрорайон Заречный от Нового моста. Делаем все, чтобы микрорайон стал спокойным, тихим, уютным абсолютно. Во-первых, конечно, для детей. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».